Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжаем наши выпуски про Мариупольские школы. Сегодня я запланировала объехать весь Приморский район. Я насчитала 9 школ, которые функционировали до военных действий. Кто не смотрел первые две части о школах в Центральном районе Мариуполя, обязательно посмотрите. Ссылочки я оставлю в описании под этим видео и здесь. И, кстати, хотела вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку под моим предыдущим видео про номера машин. Благодаря тому, что вы написали комментарии, поставили лайки, это видео взлетело в рекомендации и это видео посмотрело уже много людей. Спасибо вам огромное! Я надеюсь, что мы продолжим эту традицию и под этим видео будет точно так же. Вместе мы победим ютюбер. Ну что, а мы погнали. Начинаем с первой школы. Это гимназия номер 2. Раньше это была школа номер 60. Она находится в таком живописном месте. Мариупольцы называют этот район Кулаки. Такая здесь очень уютная аллея. Памятник посвящен жертвам фашизма. Район называется Кулаки. Именно поэтому берегите мир. Очень актуально. На школе нарисован вот такой вот красивый яркий стрит-арт или граффити, кому как больше нравится. Посвящен Анатолию Балабухе. Это мариупольский юный герой, можно сказать, который во времена немецкой оккупации Мариуполя взорвал немецкий танк и, к сожалению, был убит. И на этой картинке есть вот такой QR-код. Я его уже отсканировала, посмотрела, что же там. В общем, я так понимаю, детей приглашают вступать в ряды юной армии. Что-то новое я о таком не слышала. Поэтому рассказать не могу. В целом школу уже, я так понимаю, отремонтировали. Новые окна поставили. Вот школа с обратной стороны. Все застеклено абсолютно. А вот там вот дальше вижу садик. Уже утепляют минватой. Школа номер 15. Ее ремонтируют. Будущее. И цифра 15. Посмотрите, какая красота напротив 15-й школы. Здесь восстанавливают детский садик. Очень крутой дизайн. Причем смотрю я на этот садик через забор. По периметру забор поставили. Сейчас я нахожусь возле 26-й школы. Эта школа до военных действий выглядела очень хорошо. В ней сделали капитальный ремонт. Обновили полностью всю школу. И внутри, и снаружи. И плюс сделали обалденное поле. Что сделали с этой школой сейчас? Идем посмотрим. Так как школа была повреждена во время боевых действий, то честно будет считать, что эту школу восстановили. Три поля, трибуны и дорожка для бега остались прежними. Потому что они, видимо, смогли уцелеть. Или, возможно, менялись частично. Школа, кстати, действующая. Вон детки учатся. Так, что у нас здесь? Здесь прям возле школы. Строительство тепловой сети. Ничего себе, все перекопали. Слушайте, ну это очень круто. Наконец-то коммуникации будут новые. Рядом со школой вырос вот такой вот дом. Правда, я честно не помню, он был. Его отремонтировали. Либо его построили заново. Честно, вообще не помню. Мариупольцы, напишите, пожалуйста. Вот школа, 26-я. И вот он, этот дом. Здесь также есть внутренний дворик. Детская площадка. А это электромеханический техникум. Я не смогла его пройти мимо. Первый этаж закрыли досками, как могли. 29-я школа. Здесь ведутся ремонтные работы. Уже начали утеплять школу. Уже даже ведутся отделочные работы. Видите, боковую сторону утеплили. И уже сверху наносят шпаклевку. Вот куда ни посмотри, везде ведутся работы. Вот возле этого дома, например, навезли кучу стройматериалов. Здесь яма. Видите, здесь был дом. И вознесли. Вон там чуть дальше. Тоже домом занимаются. Обнесли сеткой. Здесь кран. Здесь вот тоже большой дом, который, я так понимаю, был прилет в него сверху. И видите, доложили лакоблокам этажи. И людей, в принципе, много. По ней видно, что она такая достаточно старая. Ее не чистят. Давайте обойдем, посмотрим. Что же с ней с обратной стороны? Угу. Ну да, прилет в крышу. Ну да, попаданий в эту школу было очень много. С этой школы на втором этаже, наверное, был прекрасный вид на море. Давайте заглянем в окошко. А сейчас хочу вам показать школу номер 32. Она открыта еще в 1934 году. И во времена ВОВ здесь был концлагерь для военнопленных. Школа выглядит очень величественно. Даже сейчас, несмотря на ее вид, на ее вот такое заброшенное состояние, ну, очень величественно выглядит. Настолько красивая архитектура. Это место с историей. И очень хотелось бы, чтобы эту школу не бросили, а попытались восстановить. Здесь вот такой вот уютный дворик. Деревья растут внутри. Играет музыка. Брошли. Апproducterek. Эргер. Играет музыка. Эргер. Это idolический кофри. С Melanie implementал 3. Играет музыка. вот вижу здесь попадание в правое крыло школы три попадания что с крышей там еще не понятно очень это все таки вот действительно историческое достояние поэтому очень хотелось бы чтобы эту школу постарались восстановить смотрите какая морда ко мне прибежала небольшое отступление от школ я сейчас нахожусь на греческой площади позади меня дипромес который сейчас ремонтируют уже ведутся отделочные работы уже контур утеплили что я вам хотела показать ничего не замечаете это сакура у нас мариуполе тоже есть сакура высадили их относительно недавно но очень красивые деревья они уже зацвели и предлагаю насладиться вместе со мной кто помнит я как-то снимала этот дом проезжала мимо здесь не было просто вот этого куска дома вот и его починили заложили кирпичом поэтому теперь все не так плохо смотрится я думаю что еще сверху отделочные работы проведут и будет прекрасно это школа номер 33 и она ремонтируется окна уже поставили инструематериалы стоят сейчас обойдем посмотрим с другой стороны строители на крыше работают здесь мы можем видеть вот попадание видите было закрыли кирпичами ну и плюс школу посекло все это поправимо школа восстанавливают а это 37 школа я вам ее уже показывала на этом месте до школы стояла церковь святых константина и елены или слободская церковь взорвана в 1936 году с приходом к власти советов в школе полностью сгорели перекрытия они были деревянными это задний фасад школы и дворик подстанция старая и новенькая красота это школа номер 54 и ее пока не занимались я смотрю окна как были разбитые так и стоят до сих пор но пока вроде так с первого взгляда она целая сейчас с другой стороны обойду посмотрю у нас кстати унитазы тут вообще на улицах валяются зашла я за угол школы и здесь наблюдаю вот такую картину просто обалдеть теперь становится понятно почему ее решили не чистить в спортзале дырка в крыше зато мозаика на этой школе уцелела давайте подытожим всего я показала в приморском районе мариуполя девять школ из них две отремонтирована три ремонтируются и четыре школы находятся в разрушенном состоянии напоминаю что это результат всего лишь за полгода и все эти школы находятся только в приморском районе города а сколько школ еще в других районах которые тоже уже отремонтировали или уже ремонтируют буду очень благодарна если вы поддержите меня лайком и комментарием под этим видео спасибо вам за просмотр и до скорых видео